Первый объект в этом сезоне готов. На этой неделе завершена укладка асфальта на участке Суздаль-Гаврилов-Посад. Сейчас идет отсыпка обочин, осталось заасфальтировать посадочную площадку, уложить бордюрный камень. 3,5 километра полотна восстанавливали с применением щебеночно-мастичного асфальта, с использованием стыковочной битумно-полимерной ленты. Технология не новая, но на региональных дорогах ее еще не применяли. Битумная лента, которая наклеивается при укладке сопрягающего слоя асфальтобетона. Она ставится вертикально на шов и, соответственно, в процессе эксплуатации асфальтобетон на оси не рвет на стыках. Оценить качество объекта приехали представители профильного департамента и активисты УНФ. Правда, контроль пока только визуальный. Вырубки асфальта можно брать не раньше, чем через трое суток после укладки. Визуально мы видим, что здесь ремонт произведен. Давайте, наверное, посмотрим качество, когда уже будет лабораторная экспертиза. И мы, конечно же, обратимся в департамент дорожного хозяйства и транспорта по Ивановской области, чтобы нам дали уже заключение по самой дороге, насколько она эффективно сделана. Ремонт дороги Суздаль-Гаврилов-Посад начался еще в прошлом году. Тогда обновили 5,5 километров трассы. Отрезок, который принадлежит Владимирской области, в 2019-м тоже отремонтируют. По крайней мере, соседи пообещали. Другой подъезд к родине Владимирского тяжеловоза также начали обновлять. Это 13 километров дороги Тейково-Гаврилов-Посад. Начатая работа на дороге Тейково-Гаврилов-Посад, там сегодня продолжается укладка асфальто-бетонной смеси. От Тейково начали от Тейково. А Тейково-Гаврилов-Посад в этом году вся дорога тоже будет приведена в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Гарантии на данный участок дороги 4 года. Подрядчик готов дать все 10. Стоимость работ составила более 30 миллионов рублей. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Гаврилово-Посадский район.